Рокзаявка Молодые и не очень малоизвестные И не очень малоизвестные Рокгруппы, исполнители и музыканты Вот А Сергей Табачников у нас в жюри Здравствуй, Сергей Большое тебе спасибо За то, что ты уже без малого год Как с нами Должна сказать, что участники тогда Очень восторженно восприняли новость О твоем прибытии в жюри Предвкушали, наверное, полезные советы Думали, что рецензию Табачников На каждый трек напишут И когда таких советов они не получали А лишь пару фраз Сразу возникала какая-то атмосфера Недопонимания Вот чтобы эту атмосферу Чуть-чуть развеять Хочется задать несколько вопросов Касающихся именно чемпионата И непосредственно судейства И попутно еще Задать парочку вопросов На отвлеченные темы Вспоминая первый чемпионат Я понимаю, что Тогда комментарии Это было очень подробно Потому что с каждым чемпионатом Твои комментарии становились Короче, короче И еще короче А почему так? Неужели не хватает слов? Или просто дело все В свободном времени? Я вот заметила, что в худруке Комментарии от тебя Это тоже на вес золота И они очень редкие Вы знаете, да В начале я писал Развернуто Относительно Относительно трехчасовых Трехчасовых лекций В ряде курения Но Одно и то же Вот что самое главное Что самое главное Все абсолютно одинаково Все почему-то Музыканты Стараются Вогнать себя В рамки Никто Не придумывает Все забывают Что такое творчество Все хотят Славы И бабла А это Один из Четырехста Смертных грехов Нужно забыть об этом Нужно это полностью Выбросить из головы И начать делать Что-то Совершенно Совершенно новое То, что есть Внутри каждого из нас Просто не каждый Умеет это вынуть И от члена К члену Я стал замечать Что Я имею ввиду Участника Что Ничего не происходит И комментарии мои Бессмысленные И бесполезные И В принципе Их можно было бы Копи-пастить Вставлять Просто Они всем Всем абсолютно Одни и те же советы Возможно Это стоит сделать Как Напоминание Прежде чем Запостить свое творчество Но Я думаю Все равно Это не произойдет Никакого Эффекта И все Все равно Будут выкладывать С уверенностью В своем Красноармейском лбу Что Вот им там И повезет Как раз И Самое главное Пытаться Слушать себя Со стороны И понимать Что До ста тысяч Заявок в день Я рассматриваю И все они На одно лицо Я же не могу Каждому Каждому Сесть и начать И начать Рассказывать Но Стараюсь Что могу Часто ты Снижаешь Оценку За то Что Песня Не на Не на Русском Языке Ну В основном Когда это Английский Язык Тебе не нравится Произношение Или Дело в чем-то Другом Какие-то Другие Причины И вообще Хотелось бы Поподробнее Узнать О том Как протекает Процесс Оценки Треков Ну Чтоб Участникам Было понятнее Почему они Получают Именно Такие Оценки Да Я считаю Что Петь нужно Только на Родном Языке Носителем Которого Вы Являетесь И Почему Да Во-первых Акцент Во-вторых Конечно же Вы не в силах Сколько бы Вы Не учили В школе Язык Вы не в силах Сделать Столь прекрасные Образы Словесные На чужом На чужом Жаргоне И Все равно Это Будет Не Откровенно Это Будет Это Будут Ласковые Повторы Уже Известных Забитых Фраз И так Далее Это Неинтересно Все это Уже Было Вот Почему Я должен Слушать Какую-то Группу Нарезанную Из Кусочков Уже Созданного Зачем Мне Тратить Время Если Я Могу Послушать Спокойно Оригиналы В этом Ключевая Ключевая Суть Музыки За Это В принципе Я И Ставлю Так Себе Оценки Потому Что Ничего Не Несет Музыка Во-первых Не Несет Новизны А Во-вторых Она Не Несет В себе Оригинальности Вот Так Вот Показали Бы Англичане Кто Знает Почему Обязательно Напишите В комментариях Диск Мы Разыгрывать Не будем Просто Блеснете Своей Эрудированностью Нередко Слышу От судей Что У нас В чемпионате Очень Слабый Уровень Конкурсантов Ну У нас Ведь Такой Принцип Каждый Имеет Право Заявить О себе Примут Его Слушатели Или нет Это уже Другое дело Другой вопрос А как ты считаешь Имеет ли каждый Право Показать свое Творчество Людям Или это только Избранным Можно делать Да Показывать Показывать свое Творчество Должен Абсолютно Каждый Кто Считает Это Нужным Вопрос В том Насколько Это творчество Будет Принято И насколько Болезненно Он Воспримет Критику Которой Будет Очень Много Потому Потому Что Так Уж Сложилось Что Все Не могут Не могут Хвалить А миллионы Мух Не могут Ошибаться Поэтому Пробовать Стоит Обязательно Всегда Если Хоть Есть Капли Уверенности То Нужно Это Делать Если Сомнения Преобладают То Лучше Отложить Но Почему бы И нет С другой Стороны Вы Ничего Не потеряете От Того Что Узнаете Что Музыка Это Не Ваша И Лучше Устроиться В салон Автомобилей Форд Я бы Выкладывал Будь я Музыкантом Хорошо Что я Им не являюсь Я Какой-то Там Кто Да Никто Меня Вообще Нет Я Иллюзия Я бы Обязательно Выкладывал Обязательно И чем Больше Тем Лучше Сергей А что Такого Должно Быть В песне Чтоб Она Вызвала У тебя Восторг Это Должна Быть Откровенная Песня Неважно С каким Качеством Она записана Как она Сведена И так Далее Самое Главное Это Артист Который Которому Есть Что Сказать И он Умеет Это Говорить По Настоящему То есть Можно Потратить Десятки Тысяч Рупий Индийских На Или у них Не рупии Ну в общем Все равно Все делается В Китае Можно Потратить На китайскую Студию Очень много Денег И юаней Тут как бы Я на Алиэкспресс Покупаю Постоянно Три-четыре Раза в день Китайские Товары Потому что Я малоимущий И Только этим И спасаюсь Можно Любого Бесталанного Человека Затащить В студию Сказать Давай И ему Сделают И это будет Звучать Очень круто Но это будет Звучать Бесполезно То есть Повезет Если хотя бы Раз до конца Кто-то дослушает А в основном Все будут Просто переключать Но это конечно Качественно Но Смысла в этом Никакого нет Потому что Люди Слушатели В принципе Человекопсихология Тянется К Тому Чтобы потрогать Ухом Рукой Глазом Что-то чужое Человеческое Незримое Если Если Например Машину Можно Украсть То Украсть Сознание Другого Человека Нельзя Его Можно Только Потрогать И Познать Если Артист Раскрывает Полностью Своё Сознание И Зритель Может Его К нему Прикоснуться То Это Вызывает Интерес Если И потрогать Нечего То Зачем Тогда Я буду Тратить Как слушатель Своё время На Это В этом Ключ Ко всему Созданию Не стоит Об этом Забывать За всё время Судейства В нашем Проекте Ты Прослушал Немало Треков Хотя бы Что-то Из того Что ты Слышал Здесь Тебе Запомнилось Ну Может быть Даже И понравилось Ну Хотя бы Запомнилось Название Группы Или название Самого Трека Самой Песни Если Такие Есть То Назови Пожалуйста Мне кажется Это Называлось Аика Или Как-то Так По-моему Это было Четыре буквы Начало На А Девушка Пела Хорошо Пела Уверена Мне Понравилось Услышал Только Одну Песню Не знаю Какова Дальнейшая Судьба Не исключаю Конечно Что Теперь Они стоят На Ленинградском Вокзале Но Одной песни Мало Как бы Идея Так сказать Посыл Хорош И Потому что Я Учу Людей Думать Я Знаю Что Людей Заставить Думать Просто Невозможно Импассибль Поэтому Чем проще Чем Прямолинейнее И открыто Тем лучше Поэтому Я Желаю 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 Не Возникало Все Нельзя Вводить Людей В заблуждение Все Должно Быть Осознанно Если Я так Сделаю То Возможно Изменю Чью-то Судьбу В Неверную Сторону Например Он Подумает Что Весь Мир Над ним Смеется Я Например Увидел В нем Безмерный Талант И он Все Бросит Вволится Разведется Сожжет Свою Хату И Начнет Заниматься Музыкой А мы С вами Понимаем Что Он Бездарь Он Бессмысленный Человек Для Связи С космосом Нужно Иметь Большую Практику И не Каждому Эта практика Открыта Поэтому Не Спешите Не Спешите Все Ломать Сначала Будьте Уверены Что Вы Для Этого Созданы Потому Что Кто-то Умеет Водить Троллейбус Кто-то Не Умеет Его Водить Какая Восхитительная Фраза Это Можно Весь Мир Весь Мир Просто Описать Кому-то Дано С Троллейбусом Обращаться А кому-то Нет Твоя Твоя Манера Комментировать Она Очень Своеобразная И Не Все Ее Понимают Я Вспоминаю В первом Чемпионате Или В первом Или Во втором Где-то В начале Когда ты Только Появился У нас В жюри Мне Запомнился Такой Комментарий От тебя О Господь Всемогущий Спаси Сохрани Никаких Компромиссов Что-то Такое Как Пацаны Видят Так и Играют Так и Творят Ну В общем Что-то Подобное Тогда Ты Поставил Три Девятки Я Так Подумала Ну Это Наверное Шутка Была Нет Это Не Шутка Я Поставил За Откровенность И Смелость Потому Что Парни Просто Делают То Что Реально Им Нравится Музыка Была Грубо Не В тренде Это Вообще Очень Интимное Направление Black Death Hyper Nano Metal И Они Просто Как бы Записали То Что У них Есть И Сделали Это Так Сыр По Гаражному За Это За Это Я И Поставил Плюс Потому Что Все Боятся Все Боятся Этим Заниматься У них Происходит Эспандерное Движение В левой Кисти И Все Такие Думают Что Давайте Лучше Запишем Что Нибудь Популярное Будем Не Выделяться Не будем Выделяться Сделаем Что-то Что-то Как у Всех Только Качественно И По-своему На самом деле Все делают То же самое И Это Абсолютно Скучно А вообще Нужен Словарь Расшифровки Твоих Терминов Потому Что Не все Понимают Например Что значит Лунообразно Вот Один из Треков Ты Именно Так Прокомментировал Ну Для Меня Это До сих Пор Загадка Это От слова Группа Луна Лусине Геваркян Лунообразно Это не связано С фазой Луны С фазой Луны Связаны Совсем Другие Вещи Но От фазы Зависит Песня Это очень важно На какой фазе Ты Идешь В студию Просто Геспасе Геваркян Она Обладает Жанром Который Собирает Зрительные Залы И у всех Складывается Впечатление Что если Они будут Делать Так же То Их ждет Слава И бабло Один из Два Из Четырех Ста Смертных Грехов Это все Очень Неверно У Группы Луна Уже есть Творчество И своя Аудитория Вот пусть Они будут Их есть А Новые Артисты Должны Двигаться Дальше Нельзя Вот так Вот просто Брать И Делать То же Самое Копировать Это скучно Это неправильно Неинтересно Ну Все Мы уже Знаем Кто Интересуется Твоим Творчеством И тобой Все знают Что Ты переехал В Питер На постоянное Место жительства Ты собираешься Там открыть Творческую Мастерскую И В планах У тебя Сотрудничество С другими Музыкантами Ну Понятное Дело Что Это сотрудничество Будет не с каждым Желающим Да А По каким Критериям Будет идти Отбор Ты там Конкурс Будешь устраивать Или как И могут ли В этот список Попасть Начинающие Или малоизвестные Группы Или музыканты А еще С кем из уже известных Музыкантов Ты бы с удовольствием Записал Совместную Песню Но я сейчас Не о Роберте Планте Это и так понятно Да Творческую мастерскую Я недавно открыл Собственно Сижу в ней Как раз У себя В Петербурге Среди услуг Творческой мастерской Есть И моя Сессионная работа Как музыкант То есть Я могу полностью Написать Аранжировку Записать Или Записать Гитарную партию Или придумать Соло Все конечно же За бабло Не связано С тем Что я говно Просто Это моя работа Я этим зарабатываю Деньги И кормлю Свою семью Не стоит Не стоит Писать мне Что я Продался И что я Там в общем Много разных слов Мне присылают Очень Очень неприятно Читать Я таких людей Сразу добавляю В черный список И Лишаю их возможности Покаяться Однажды Прийти ко мне И заплатить денег Если Все Все начинается С заявки И И материалы Которые мне присылают И цена Я вам скажу Не фиксирована Все зависит от От композиции Если мне Реально нравится То я могу это И бесплатно сделать Если мне чертовски Не нравится Но есть большая Заинтересованность То конечно же Я прошу 250 Русских рублей Больше-то мне Не дают За альбом Поэтому В основном Все сидят На диване И Копаются В своих мыслях Только Малая часть Действует Все что нужно Это сделать Демо И прислать Мне Я послушаю И Все Все сразу Прояснится Из известных Музыкантов Я бы хотел Поработать Ну Например Со всеми Потому что Все музыканты Интересны У каждого Есть Свой Изюм Именно Поэтому Они Стали Известными Потому что Каждый Из них Довольно Уникален Какого-то Конкретного Человека Я Наверное Не выделю Ну Вот Если Только Из последнего Например Я был На концерте Группы Red Snapper Англичане Замечательные И Мне Чертовски Понравилось Их шоу Их творчество И Я бы С удовольствием С ними Сделал Какой-нибудь Трек Ну Кристина Арбак Айт Конечно Это Замечательно Дмитрий Маликов Я сейчас знаю Вот он Хайпужник С удовольствием Как бы Записал бы С ним Какой-нибудь Интересный Трек Я думаю Мы Мы бы Смогли Мы бы Смогли Найти Какие-то Точки Соприкосновения А когда же Мир увидит Вокальный Проект Сергея Табачникова Ты же не Отказался От этой Идеи Уже Есть Претенденты На вокалиста На текстовика Есть Поэт Поэтесса Которые Тексты Будут Писать Все Все Как-то Не идет Поэтому Я решил Я решил Эту идею С Группой Лед Зеппелен Немного Оставить Это Раз не идет Значит Это не Нужно Нужно Слушать То Что То Что Идет Поэтому Формат На данный момент Я запланировал Как Стихи Я буду Своим Голосом Обволакивающим Начитывать Стихи Под музыку Экстремально Эмоциональную Стихи Стихи Пишу Сам Сейчас В процессе Около Четырех Тысяч Есть у меня Уже готовых Работ Я отбираю И может быть Половину Песни Наберу Кто-то Скажет Что это Дельфинарий От слова Дельфин Такой артист Кто-то Скажет Что это Что я и есть Вера Плоскова И будет прав Потому что Все люди Едины Но Сделаю я Все это Со своим Оттенком И совершенно По-другому А чтобы Не Не было Это глупо Я Потрачу на это Время Время и силы И Не спешу Не спешу С оформлением И выходом Потому что Хочется сделать Сделать То Что будет Дослушано Хотя бы На треть Это В современном Мире Информационных Технологий Это очень Хороший результат Недавно Ты отметил Своё Тридцатилетие Ну Это своего рода Рубеж Как поётся В песне Скажу юности Привет В зрелость Возьму билет Как ты уже Прочувствовал это Ощутил Годам Урон Может Стал серьёзнее Мудрее Может быть У тебя Мировоззрение Поменялось Мировосприятие Каждый день Приближает меня К смерти Это прекрасно Совершенно Замечательное Явление Между нами Буддистами Говоря Поэтому Я Живу Каждый день По полной Программе Как порядочный Самурай Лишь Замечу Что У меня Есть Какие-то Финансовые Обязательства Поэтому Я Вынужден Зарабатывать Бабло Мира Бабло Мира Зарабатывается Не пустыми Словами Поэтому Если раньше я мог О чем-то там С кем-то поговорить Просто так Что-то сделать Там И так далее По студенчески То теперь У меня нет На это Времени Потому что Время Ограничено Нужно Зарабатывать Деньги Это Не Творческая Смерть Это Все происходит Абсолютно То же самое Я точно Так же Творю Просто Из Трехста Заявок Я работаю Над Пятью Но зато Я работаю Плодотворно И интересно И Получаю За это Какое-то Средство Для того Чтобы Продолжать Творить Дальше Потому что Я бы давно Мог Например Бросить музыку И открыть Творческую Мастерскую И учить Учить детей Но я ведь Этого не сделал Я приехал В Петербург И Надеюсь Что Подождите Я же открыл Творческую Мастерскую Ну Короче Одно Другому Не мешает Главное Творчество Просто Поменьше Пустых Разговоров Вот Вот и Все Как Как Вот Ответ На этот Вопрос В общем-то Я Семь раз Повторился И ничего Нового Не привнес Веришь ли ты Что для Каждого В этом мире Уже Прописана Роль Роль В игре Под названием Жизнь Если Где Вдруг Что не Так То Game over И все С первого Уровня Веришь ли ты Что у каждого Человека Своё предназначение Каково твоё предназначение Ты уже это осознал Или пока ещё В процессе Да У каждого Человека Есть Своё предназначение Если он Его Распознаёт То тогда Жизнь Становится Прекрасно Интересно И Продуктивно Моё предназначение Согласно Секретным кодом Который я получил В НАСА Это Быть Генератором Просто Бесконечно Генерировать Какие-то мысли Идеи И так далее О том Куда пойдут Дальше Эти Векторы Неизвестно Будут ли они Развиваться Или остановиться Но Если Я Перестаю Это делать Мне становится Плохо Скучно Я чувствую Сильную депрессию И Семь-восемь Раз в день Суицидальные Мысли Единственное Спасение Быть собой Начинать Генерировать Просто Садишься Придумывать Всякие мысли Может быть Какой-то Какой-то Финт Для Для холодильника Новое изобретение Может быть Может быть Ловушку для ОС Которая Чуть меня Не ужалила Прямо В лицо Может быть Еще что-нибудь Песня Какой-то Маркетинговый Ход Все что угодно Главное Сидеть И генерировать В этом В этом Является Моя суть Суть Моего Суть Моей Нынешней Реинкарнации Согласно Цифрам из НАСА В твоих Ранних Видео Попадается Нежелательная Для детей Лексика Для детских Ушей Лексика Сереж Я не приходила Мысли Что когда-то Придется Отвечать На неудобные Вопросы Своих Детей Он так Подойдет И спросит Папа А что это Ты там Такое Сказал Да Это Во-первых Во-вторых Со Со Временем Я Проявляю Некоторое Желание Входить В более Интеллигентные Крюги Связано Это В первую очередь С рекламой Товаров И Не все Понимают Что Я нормальный Не все Это понимают На самом деле Я нормальный Просто иногда Хочется Приукрасить Немножечко Для большинства Людей Это кажется Насмешкой Они думают Что Я дебил И товар Странный И сразу Это их Отпугивает Поэтому Не все Понимают Что Я просто Не хочу Не хочу Делать Делать Скучно Если Открыть Презентацию Товаров То Мы увидим 75 Лекторов Или еще Чего-то Которые Просто Рассказывают Сухое Интересное И по делу Но Это чертовски Утомительно А если Рассказать все От души То мне кажется Это гораздо Привлекательнее Ну и напоследок Традиционный вопрос Ну Не вопрос Короче Твои пожелания Участникам Чемпионата Вообще Рок заявки И вообще Всем музыкантам И всем людям На этой земле Просто Перестаньте Это делать Просто Перестаньте Это Никому Не интересно Я сейчас Специально так говорю Подмигивая Подмигивая Глазом Надеюсь Что 97% Людей Отсеется Останутся Только Самые Упертые Упоротые Уйдут Упертые Останутся Это Музыка Это не Ваша Просто Бросьте Все это Продайте Продайте Все ваше Оборудование Вложите В ипотеку Или Еще куда Нибудь Я не знаю Может быть Откройте Магазин Массаж Голеностопа Для пенсионеров Это очень популярная Так сказать Ветка Например Во Вьетнаме Ну если уж Вот столь Вот Есть в вас Уверенности Энергии То тогда Делайте Делайте Как никто Никогда не делал И Будьте Уверены Что в ближайшие 72 года Вам не попрет А на 73 Вам скажут Что вы молодец Почему Потому что Так называемая Так называемый Закон Негласный закон Шоу-бизнеса Обычно Пока ждешь И Так сказать Урабатываешься Обычно Ничего не происходит И вот Когда ты уже Немножко Под 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 Затух Тогда Происходит Подъем Потому что Слишком Селенная Не любит Когда чего-то Слишком сильно Хочешь Селенная Любит Чтобы все Было Так Как Было Вот В этом Основной Смысл Надеюсь Я вам не помог Как следует Запутал Продавайте Продавайте Уходите И Спасите Так сказать Уши Спасите Мир Будьте Собой Всем Добра Здоровья Спасибо Удачи Целую С вами был Сергей Табачников Творческая Мастерская Спасибо За вопросы Спасибо Рок-чемпионат Заявка Спасибо Другим Членам Жюри Которые Титанически Прослушивают Все это Ставят Оценки Пишут Пишут Комментарии Полезные Неполезные Все делают Прекрасную Работу В этом мире Всем Рад Всем Пока Продолжение следует